Теперь нам говорят, чтобы мы покупали счетчики за свои деньги, потому что год 2015 уже закрыт, счетчиков уже у них нет свободных, мы должны покупать их сами. И в течение двух месяцев после того, как нам вручили акт о непригодности моего счетчика, мне будет начисляться еще по среднему, а потом будет начисляться опять по норме. Во что может вылиться начисление по норме, жительница полог Евгения Герасименко знает не понаслышке. Полгода назад из-за проблем с поверкой счетчика женщине начислили долг почти в 4000 гривен. Проблему решить удалось, но демонтированный счетчик поверку не прошел. Оставить новый, уверена пологовчанка, за свои деньги не должна. Это не моя вина, что у них нет счетчиков, что они мне должны начислять по норме. Согласно закону, в 2016 году за поверку счетчиков абоненты не платят. Не должны платить и за установку, объясняет адвокат Александр Ревуд. У газовщиков, говорит юрист, сейчас своя версия. Тем, у кого счетчик демонтировали в 2015 году, поставить новый предприятие не гарантирует. У них сейчас такая позиция. Мы сняли до нового года, а в прошлом периоде, то есть в 2015 году, действовал другой закон, где было записано, что счетчики устанавливаются при возможности установки, при наявности коштей в этой организации. Но проверить это практически невозможно. Есть у них коштей, немалных коштей. Представители «Запорожгаза» в свою очередь объясняют. Абонентам, у которых счетчики на поверку сняли в 2015, устанавливают только по мере возможности. На самом деле, на бесплатную цену счетчиков в этом году у нас денег ничем не предусмотрено. И по большому счету их нет. У жительницы Полок Любовь Морюхи газовый счетчик признали нерабочим. Новый женщина купила самостоятельно. Завод-производитель пригодность подтвердил. Но несмотря на это, счетчик не проходит поверку «Запорожгазе». О непрохождении поверки новых счетчиков роторного типа руководству «Запорожгаза» оказывается неизвестно. Я таких случаев, честно вам скажу, не знаю. Я знаю, что такие счетчики не проходят часто поверки не только в «Запорожгазе», а по всей территории Украины. Это связано с тем, что эти счетчики такого типа имеют низкие метрологические характеристики. У пологовцев же на этот счет свое мнение. Счетчики роторного типа не пропускают на поверки специально. Якобы показатели счетчиков другого типа, мембранного, отличаются. Не в пользу потребителя. Интересовался у потребителей, которые поставили квадратные счетчики. Там «Польгаз» и еще другой фирмы. Там есть регулятор потребления. И они сказали, что они потребляют примерно, вернее, отсчитывают. Процентов на 15 больше. Искать выход из ситуации и все-таки выяснить, за чей счет установят счетчик в «Запорожгазе» пологовцы настроены уже проверенным путем. Активисты обращаются в нацкомиссию по вопросам регулирования сферы энергетики и коммунальных услуг. Я вернулась в Киев, в эту же самую комиссию, но и в Киевскую НКРИЕ, и в администрацию президента за разъяснениями. Ранее с помощью нацкомиссии пологовцам уже удалось списать тысячные долги от «Запорожгаза». Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологи, ТВ5.